Музыка без границ. В Наринмаре энтузиасты решили воссоздать музыкальное гостиное. Творческое объединение по интересам нашло горячий отклик среди горожан. Идею не просто поддержали, а предложили проводить такие встречи среди любителей литературы, поэзии и бардовской песни. Атмосферой музыкальной гостиной прониклась моя коллега Ольга Русул. Возобновить музыкальные гостины они были всегда. Они на Руси были начиная с 18 века. Всего три инструмента. В репертуаре классические произведения, романтические композиции, популярные мелодии из кинофильмов 80-х. Любители музыки очень горячо отреагировали на возможность стать участниками гостиной. Буквально в тот же день, когда было объявлено мероприятие, свободных мест не осталось. На мой взгляд, в Наринмаре проведение таких вечеров очень нужно. Это расширяет кургазор наших жителей и способствует духовному, нравственному росту. И огромное спасибо Оксане Куруленко за то, что организовывает и продолжает развивать вот эту музыкальную и творческую тему. А какую музыку вы бы хотели услышать? Какие произведения вы? Я вообще-то любитель рок-н-ролла, но здесь будем классику слушать, насколько понимаю. Уютный зал, мерцание свечей и, конечно, прекрасная музыка. Идею проведения таких творческих встреч долгое время вынашивали музыканты. Потенциала достаточно, но не было помещения. Мы очень хотим, чтобы люди, которые придут на наш вечер, от всех проблем забыли все свои проблемы, забыли все свои невзгоды. Может быть, они сегодня откроют для себя новую музыку. Может, вспомнят что-то такое, что было в прошлом и навеет им наше выступление. Хочется тепла, романтики, позитива. Тому, чего нам так не хватает в последнее время. Музыканты говорят, что соскучились по зрителю. Им давно не хватало творческого общения. Радости моей не было предела. Мы настолько соскучились по творчеству, по каким-то замечательным импровизациям, концертам, по всевозможным встречам. Поэтому это было воспринято с очень большой радостью, с большим интересом и, конечно, с большим вдохновением. Идею проведения таких творческих вечеров поддержала бизнес-луман Оксана Курленко. Она помогла музыкантам с помещением. Случайно пересеклись и решили что-то придумать. А что-то придумать из сфер нам созвучных. То есть у меня есть ресурс помещения, а у Ирины Пудовкиной есть огромная аудитория, которые хотят слушать классическую музыку, и сложную, и популярную классическую музыку, скажем так. И учителям, преподавателям очень необходимо тренировать свои навыки выступления. Им хочется быть на публике, а не все время учить. Им хочется, чтобы их оценили, их мастерство, и его сохранять, и расти, развиваться в этом. В планах организаторов творческих гостиных сделать их регулярными. А чтобы не прогадать, с репертуаром музыканты даже предложили гостям вечера заполнить специальные анкеты, чтобы указать свои предпочтения в музыке, чтобы следующая встреча была еще лучше. Ольга Русу, Владислав Носкин, Телеканал Север.